Добрый день, друзья! С вами Владимир Добров и сегодня финальный матч Wesley So Carlson. Американский гранд-смейстер празднует победу над чемпионом мира и, безусловно, этот успех должен его приободрить на будущее свершение. Итак, как это было? Напомню, что первый день, первый матч закончился в ничью со счетом 2-2. Были результативные партии и второй день начался, тоже весьма интригующий. Магнус Carlson сменил пластинку и черными решил играть в защиту каракан. И в первой партии ему, в принципе, удалось решить дебютные вопросы, в частности, вот таким вот маневром, как слон b4, шар, c3, слон f8. Ну вот, ситуация в этих хитрых караканах, особенно с этим конем на b3, мы чуть дальше увидим все тонкости этой пешки на a5. Ну вот, такие маневры, они существуют для того, чтобы как раз-таки ослабить давление на эту пешку. Проблемы этих структур, конечно, большие. Очень много партий здесь сыграно и, как говорится, черт ногу сломит в этих караканах. Итак, в общем, после длительных некоторых переводов, маневров, белый провели c4 и, на самом деле, план-то у нас не очень хороший оказался, потому что теперь по структуре черные стали достаточно плотно. И находится вот такой тычок конь d4, Магнус во всей красе. И теперь выясняется, что некоторая перегрузка существует у белых. В случае конь бед d4, конечно же, следует конь бед e5, атакованный слон и ферз, и ферз вынужден уходить на b3, тогда теряется фигура. Ну, в общем, черт там просто лишний материал. Значит, получилась следующая позиция практически форсированная. Ну, и здесь из черных за счет сильного положения на d5, сильного поля, сильной клетки, полностью контролирует игру. Но Василиса находит такой вот, в общем-то, удар, который ни на что не претендует. Ну, а Магнус отреагировал очень слонокровно, ладя f5 после некоторых передвижений. Здорово оценил, опять-таки, последствия эншпиля. Отмечу вообще, что в этом матче Магнус неоднократно использовал этот прием размены ферзей. То есть он постоянно нацелен на эншпиль. Это говорит о многом. И вот в этом эншпиле проблема пешки e5, конечно же, присутствует. И черные за счет вот этой вот фаланги, точнее, не то, что фаланги, а то, что от нее осталось, пытаются пробить вот эту пешку на e5. Последовал ход e6, конь c5, g4. Ну, и, в общем, классическая жертва качества от Магнуса здесь, в общем-то, не заставила себя ждать. Черные получают мощные фигуры и сильные проходные по центру. И в дальнейшем, по большому счету, игры здесь уже не было. Партия перешла в стадию добивания. Значит, таким вот образом Магнус взял хороший старт в этом ответном матче. Прошу прощения. И, по большому счету, уже сделал серьезную заявку на победу. Однако, Лос-Лесо, как говорится, тертый калач во второй ответной партии черными нанес удар Магнусу. Кто бы мог подумать. А было это так. Опять он пошел на этот вариант Тараша, который мы обсуждали в прошлом выпуске. И, опять-таки, пошел на эту позицию, которая, казалось бы, у Белых чуть приятнее, без особого риска. Ну, и так оно и было. Я напомню, что Карлсон в той партии играл слон Е3. И после чего переходил в Эншпиль, в котором у Белых, наверное, маленький перевес. Прошу прощения. Что произошло? Мы увидели финальную позицию сразу. Ой, как нехорошо. Ну, что же. Вот такие передвижения были. Значит, черные укреплялись. И, в общем-то, Белые централизацию осуществили. Фигура черных пока находится на начальных позициях. И Лос-Лесо решил это дело исправить. После разминов король встал на Е7. И видно, что ход КНЕ4 был совершенно фальшивым. В принципе, как, наверное, и ход Слон Д4. В общем, потерял здесь Магнус, как сказать, нить игры. И, может быть, позиция у черных и вполне пригодная. Ну, в общем, в дальнейшем давайте посмотрим, что произошло. Черные, в общем-то, эту пешку лишнюю получили. И дальше начали уже сами играть на реализацию. Очень интересное положение. То есть, два коня против двух слонов Белых оказались сильнее в таких позициях. Потому что у черных, во-первых, есть лишняя пешка. Ну, а во-вторых, они, может быть, чуть более мобильны, чем Слоневу именно в данной ситуации. Ну и, в общем, перешел Магнус сам в Эншпиль и проиграл в собственном же стиле. Об этом даже говорили болельщики во время партии. Черная пешка Е пошла вперед. И в дальнейшем, в общем-то, Карлсону пояс Лесо не оставил ни малейшего шанса. Очень здорово он провел этот отрезок партии. Но переводы были осуществлены грамотные. И в нужный момент все срослось. Точнее, вот сейчас мы это все увидим. Вот в такой момент. Значит, король А3 и пешка Б просто начала двигаться. И из защиты оказались белые. Сравнял счет Веслисо. Это был очень крутой поступок. Камбэк, можно сказать. И после чего Магнусу, опять-таки, стало не по себе. В следующей партии уже Веслисо играл белыми. И был каракан уже с С5. Решил Магнус не повторять Слоны в 5. Хотя, не знаю почему. И Магнус потом уже повторил эту систему. Ну и, в общем-то, был разыгран такой вот вариант с ДЦ. Который в свое время рекомендовали тоже за белых. Ну, вариант с С5 вообще популярный был достаточно долгое время. Ну и, в общем-то, вот таким вот образом защищался Магнус. Ну, очевидно, что всех вопросов он по дебюту не решал. То есть, Веслисо точечно белый по слабому месту. И Магнус, похоже, что Магнусу придется в какой-то момент возвращаться к ходу Е5. И скучать в Берлине. Ну что же, в общем, такая была ветка. В итоге он провел и в 6. Но пешка на Е6 осла была до нельзя. В итоге получилось следующее. Конь Е7. Ну и здесь немножко удивило то, что Веслисо, будучи таким классиком, можно сказать, не сыграл. Ладья Е1. Фантастик. Как можно было так не пойти? Для меня большая загадка. А вместо этого был исполнен ход Слон Б5. Ну то есть, по всем принципам, по всем канонам мы должны были подводить здесь ладью и продолжать работать. Но последовало то, что последовало. И в итоге вообще он решил пожертвовать качество. В принципе, пожертвовать качество может быть и неплохое. Но в данном случае компенсации максимум достаточно для уравнения. Ну и в дальнейшем, в общем-то, в партии не получилось какой-то супер борьбы. Произошли очень быстро вот такие вот изменения. И в итоге в этом положении последовало такое повторение ходов. И партия завершилась ничуть. После чего Магнус имел белые фигуры. И, казалось бы, должен продавливать Веслисо. Но все очень быстро закончилось в этой партии. Они сделали, отрабанили, можно сказать, таби. И после чего, в общем, быстро согласились на ничью. Переведя партию на Блиц. Блиц контроль. Значит, ну вот так вот все произошло. Партия завершилась. Ну и, видимо, Магнус делал ставку. Потому что Блиц, это он все-таки король и гений. Но не тот-то был. Итак, в первой же партии Веслисо, играя белыми, опять-таки пошел на защиту Каракан. Магнус не сыграл уже Ц5. Решил повторить, значит, сценарий первой партии. Но Веслисо сыграл более, как сказать, точечно. Итак, мы видим, что А4, А5 он осуществил уже после рокировки. То есть он решил не давать черным-то тут маневр слов по 4 шах. Который, по большому счету, не приветствуется компьютером. Но, тем не менее, вот возникла следующая позиция. Ферзь Б6, А3. Очень аккуратный, спокойный ход. И здесь неаккуратно сыграл Магнус, чем позволил белому осуществить важный ход Ферзь Е1. Обратите внимание, пешка на А5 в подвиженном состоянии. Конь перекрыл слона, который атаковал пешку Ц2. Из-за чего этот маневр был бы белому не выгоден. Ну, а теперь черным приходится играть слон Б4, предопределяя структуру, предопределяя, в общем-то, позиционные проблемы, которые здесь и возникли. Взяли на Б4, перешли. У Эншпель Магнус здесь опять-таки обязан уже был брать Ферзь Е1. Потому как на АБ следовал Б5. Ну и, в общем-то, очень спокойно здесь выступ отреагировал слон Д3. Проблема оказалась в том, что даже Б6 в таких позициях не решала проблемы из-за хода А5. Поэтому структура оказалась плохой. Вообще пешка на Б4 оторвыша, и после хода А5 при случае белого ее могут теребить ходом ладья А4. Поэтому то, что сделал Магнус, сыграв конь Ж6, в общем-то, это было поверхностное решение. И так попытался провести, точнее, не то, что попытался, а попытался уравнять ходом С5, однако этого оказалось недостаточно. Сильный ход слон Д5 и очень-очень конкретный сильный ход ладья Е1. Очень сильный ход. То есть он защищает пешку на Е5 и готов играть конь Д4. То есть освобождает фигуру, легкую фигуру от, соответственно, от защиты этой пешки. Значит, после ход ладья С8 играет еще и С3. То есть таким образом после БС пешки белых соединяются, а пешка С3 падает форсированно, и партия переходит в техническую часть. По большому счету после этого партии уже и не было. То есть делилось все до ферзи Е1, до конь Ж6 и после. Как бы по большому счету разно получилось так. Ну и здесь Веслису недавно ни одного шанса. Очень здорово разобрался со всем. И в нужный момент, вот мы сейчас этот момент увидим, падья H2, король H2. Ну, можно было белым чуть-чуть посильнее сыграть, однако и этого оказалось достаточно после хода С6. У черных была здесь защита, связанная с БС, С6 и ладья А7. Такая вот пассивная стойка. Но в это поверить было крайне непросто, так как нет хода ладья А1 из-за шаха, шаха и съема на А1. Но это очень важный момент для белых. А так и белые могли здесь играть ладья Е3, ладья А3 и Б5. То есть, очевидно, что все-таки проблемы сохранялись. Но случилось так, как случилось. И после С6 Магнус уже земнул, время было меньше. Он сделал ход рефлекторный Д4. И после хода ладья Ф1 выяснил, что Эншпель, который форсированно получается, совершенно безнадежен. Именно слонов взял на Ф1. И выясняется, что после слона С6 играется Б5. И слон белый становится на Ж2 в любом совершенно случае. Магнус так и сыграл. Но Уэсли даже не стал придумать велосипед. Пошел просто на А6. И после БАБА пешка проходит автоматически. Д3 съел, пошел на А7 и вернулся, перешел в пешечный, по сути дела, Эншпель. Черный беззащитник оказались. Классная партия. То есть, Лисо здорово на его подцепил ходом Ф1 и ударил по слабости. Ну и последняя зарисовка. Попытался Магнус с белыми отыграться. Но, в общем-то, это ему не удалось. То есть, очень была такая спокойная игра, принятая Ферзио с ходом ДЦ. И после чего вот такая вот игра, наверное, оказалась слишком мелкой для Магнуса. Однако, небольшой перевес он все-таки имел. То есть, за счет двух слонов. Но Уэсли это устраивало. Он, в общем-то, здесь стоял сверхнадежно. В итоге Магнус решился на переход в такой вот Эншпель. Взяли на Б5. Здесь, конечно, был очень интересный момент. Вот, висело две фигуры. Значит, ладец 6, конь А7, билка. И, в общем-то, были тут некоторые трудности у Уэсли Сом. Наверняка недостаточно четко сыграл Магнус. Однако, давайте посмотрим. Он взял, пошел ладья Б1, ладья А8. И попытался двигать пешку Б. Но мы видим, что Уэсли С очень четко фиксирует движение пешек. То есть, он хочет заблокировать движение изначально. А3, конь Д5. То есть, укрепил коня в центре. Ну и, в общем, здесь не очень убедительно играл чемпион. Очевидно, что нервничал. И делал достаточно второсортные ходы. Ф5, аж 3, аж 5. То есть, здесь уже мы видим, что черные полностью контролируют центр. У них классные фигуры. Готовы еще больше захватить пространство, что и было осуществлено. Ну и, в общем-то, здесь с позиции силы уже играл Уэсли. По большому счету, не дав шансы чемпиону ни в один момент. Ну вот, король на Д6 немножко под матом оказался. Единственное, что надо отметить. Если, скажем, что конь куда-то отправится на Б6, то после ладья Д1 белые выиграют партию. А так находится конь Е3. Точнейший ход. И выясняется, что происходят тотальные совершенно размены. Все с доски уходит очень быстро. Ну, так, в общем-то, и произошло. И вот в этой замечательной позиции финальный матч был завершен. Победа американского гроссмейстера. Ну что же, прекрасные совершенно мы увидели зарисовки. Интереснейшие матчи. Классные контроли, интриги. В общем, жертвы, зевки. Все это мы увидели с вами. Надеюсь, вам понравился Skilling Open. С вами был Владимир Добров. Обязательно подписывайтесь на канал. Ну и до новых встреч. Следим за ческом.ру. Пока.